Жилье до судов. Когда я пошла на Переховская 166, она сказала, у вас есть трехкомнатная квартира. Я говорю, нет двухкомнатных. Нет, у вас трехкомнатные забирайте. А я говорю, а мне что, в палатку? У меня еще есть внучка с маленьким ребенком. А вот, мне только эта внучка. Ну и друг пришел. Мы сняли, он свой долг не выполнил. Мы снова разрешили и вот это. Он говорит, приходит, вы говорите, как он на нас называл. Так он называл жандармами, а не полицейским. Он нас оскорили и сказал, а вы брехуха. У вас трехкомнатная и вы прикрываетесь этим. Ну а вы вот сколько? Это вы вчера уже обратно поставили палатку? Нет, мы уже больше недели. Больше недели тут? Ну, у вас никто не гоняет. А, с понедельника. Никто не гоняет ничего, да? Нет, у нас разрешение на это есть. Он подал в суд на Александрову Середу. А вот, а суд отказал ему в этом. Ну, не знаю. Не знаю. А вот там написано, что завтра входы не будут. Это вы какое-то мероприятие такое провести, да? Я не знаю. А вот мы хотим, что-то это. Я не знаю. Это какие-то, кто это. Я не знаю. Одни так в помощь, а другие так. Мы не знаем. Мы не знаем. Мы не знаем. Мы ждем судов. А планируете вот вы пока как бы не решите вопрос? Пока справедливость, да. Пока не придется справедливость. Пока мы ждали. Высели. Они сказали психическую фору. Мы не маем права поселить в общежитие. Я говорю, а мы мали право ее выкинуть, закрить и нас не пускать туда даже. И детей. Если вы мали право их выкинуть, то значит, вы маете право куда-то их поселить. Поселить их в гостиницу временно. Поселить куда хотите. Мы ждем судов. Мы не шли никакими путями. Шесть лет хавают документы. Криминал. Шесть лет хавают. Я им сказала, если виноваты, если дайте мне бумагу, что виноваты, то не виноваты. Почему вы хаваете? Девять следователей уже. И в кого документы, я и так и не знаю. Все хорошо. Спасибо.